Здравствуйте дорогие друзья и гости моего канала в мире надежды. Сейчас буду пикировать томаты. Уже частично распикировала. Перцы все уже посадила в горшочки маленькие. Для томатиков у меня нет. Закончили стаканчики. Я показывала как перцы пикировала. И буду садить в другие горшочки, которые буду сейчас сделать из газеты. Покажу как я это делаю. В прошлом году я насыпала в ящик просто земельку. И в этой земельке я сажала томатики. Когда пикировала, мне так не понравилось почему-то. Это не мой метод, так скажем. Корешки там перепутываются. Когда их достаешь в теплицу, высаживаешь, они довольно сильно травмируются. Хотя я там и поливаю обильно, и аккуратно достаю. Но не понравилось мне. А вот тот метод, которым сегодня буду пикировать томаты, я уже так делала. Несколько лет назад был опыт у меня удачный. Мне тогда так понравилось их пикировать. Но потом мы покупали сметанку одно время очень долго в стаканчиках, в таких. И они у меня оставались. И накопилось, ну допустим, за зиму копятся эти стаканчики из-под сметаны. И я как вот сажала в стаканчики, в такие. Сейчас мы сметану покупаем только в мягкой упаковке. Ну, по цене нам выгоднее. И стаканчиков этих у нас мало, не копятся. Вот я все перчики, там больше 90 корней. Я рассадила в эти стаканчики, и у меня стаканчики закончились. Так что вот сейчас покажу, как я буду делать, какой выход из положения я нашла. Друзья, буду пикировать при помощи вот этих двух бутылочек. Тут водичка, которую я поливаю, корешок, который уже пересажен. А тут не имеет значения, что в ней что-то там налито. Наоборот, лучше эта бутылочка, она более упругая, не мнется, не продавливается. Так что содержимое бутылочки тут не важно. Нарезала вот газеты, муж читает. Вот на такие проходной листочек, ну, грубо говоря, разрезала напополам. И вот такая частичка у меня получилась. Я ее сгибаю напополам. Конечно, это более как бы медленный процесс. Так как я располагаю достаточным временем, то мне спешить особо некуда. Я могу себе позволить сажать так, такими методами. Так, вот положила этот листочек вдвое сложенный, газетный. И вот так эту бутылочку заворачиваю. И вот тут вот, где вот этот сгиб, первым его подворачиваю, еще разок. И вот так. И обминаю донышко, чтобы там все плотно. Можно так вот еще. Беру ручку. У меня тут ручка приготовлена. И сразу на этой газетке подпишу. Нынче не стала номера присваивать сортам. Просто пишу сейчас вот. Чудо земли. И так напишу ручкой. Прямо пока вот на этом. Можно сокращенно. Допустим, не чудо, а чуд. Чудо и земли. Все это и так понятно, что тут не запутаюсь. Так. Друзья, вот я подписала этот стаканчик. Он у меня готов. Достаю эту ненужную бутылочку. Ну, временно не нужно. Вот в этом пакетике, друзья, у меня перегной хорошо перепревший, перегнивший компост из сада, который я говорила вам, что привезла. И на донышко я насыпаю несколько горсточек. Ну, можно три горсточки вот этого. Ничего не смешиваю. А тут вот у меня купленная земля из магазина. И ей досыпаю. Вот так вот. Сколько, какой мне надо. Глубину делаю. Вот там эти земельки. Я просто показываю, как делаю я. Возможно, кому-то мой опыт, мой метод, так скажем, пригодится. И делаю вот этой штучкой. Я уже перцы когда пикировала и пользовалась. Вот так вот туда сделала углубление. Эту шконочку я хорошо полила. Вот с этой стороны у меня чудо земли. Они даже вытянулись повыше. Я сейчас начну рассаживать. Вилочку взяла в этот раз. И так что, так как рассада немножко потянулась, видите, высоковато, то заглублю ее побольше. Томатики можно заглублять до 7 долей. Это даже плюс для них. Сажаю. Немножко так вот засыпаю. Так, и снова земелькой вот этой для рассады купленной эту растишку так вот обсыпаю. И полью водичкой комнатной температуры. Так вот. Тут вот у меня уже несколько посажено таких горшочков. Вот они стоят. Все подписано. На дно ящичка я послала клеенку. Ну, пакетик разрезанный, чтобы лишняя влага не вытекала. И вот сюда ставлю. Вот так плотно. Такие горшочки, они более удобны, потому что мягкие. Немножко деформируются. Их можно больше поставить. Пластмассовые. У них еще так они немножко как идут раструбом. Немножко как, в общем, наверх расширяются. Их особо много не поставишь. Больше места требуется. А вот такие они, мне этим нравится, что их можно напихать. Вот тут вот такой ящичек, 20 корней легко входит. И продолжаю сажать. Мне спешить особо некуда. Этим методом я несколько лет назад пользовалась. Просто сейчас к нему вернулась, потому что у меня нет стаканчиков. Единую землю все сажать. Мне не понравилось в прошлом году. Но вот у меня есть некоторые вот там томатики, которые, они низкоросленькие, такие маленькие. То их-то, возможно, я и без отдельных емкостей посажу. Потому что они такие. Рост у них такой можно сказать слабый. И им особо места не надо. Так. Подписываю снова. Чудо земли. Ну, сокращенно можно. Чудо земли. И опять так же на дно сыплю. Бутылочку достаю. На дно сыплю горсточки 3 садового компоста. Так же всю эту землю я не перемешиваю. Пускай так. Я уже так не первый раз делаю. Мне так как-то лучше нравится. Добавляю купленную землю в этот. Естественно, что там все стараюсь комочки какие-то грубые перетереть. Камешки вообще убираю. Или какие-то большие щепки не перепревшие. Это все убираю, выкидываю. Вот таким образом заполняю на ту глубину, какую считаю нужную. Беру эту штучку. Туда, до дна пока давится. Потому что видите, я тут заглубляю далеко. Так поглубже делаю. Так. Вот таким образом. Сейчас очередную растишечку достанем. Друзья, в этот раз у меня не взошла мечта огородника. Были пассеянные томаты. Уже все сроки прошли. Ждала, ждала. Никак они не взошли. Похоже, вообще не всхожие семена. Ни одно растение не взошло. Сегодня у меня терпение лопнуло ждать. Я там зубочисткой порылась в этой шконочке. Выкопала все-таки семечко. Ну, нашла там. Оно такое набухшее. Я его сжала. Там просто срединка такая. Ни росточка, ничего. Намеков, что оно живое. Нет, оно просто от влаги набухшее. Но ждать уже тут просто нечего. Что и надеяться, что они взойдут. В общем, весь пакет семян был не всхожий. Попала так. Остальные все какие-то более всхожие были. Сорта там гибриды. Какие-то менее всхожие. Но все нормально, так скажем. Не было такого разочарования-то совсем. А это мечта огородника. Ни одного семечка не взошло. Это уже сто процентов, что не моя какая-то ошибка. Или это уже сто процентов, что не всхожие были семена. Ну, они, мечта огородника, они такие недорогие семена. Так что тут не особо даже и не жалко, что так случилось. Ну, я не горюю. Вот, друзья, еще один. И так далее. Весь процесс у меня, томатиков много. Это займет много времени. Я не буду вам показывать. Вот, друзья, эти томатики, которые распикировала. Часть сегодня пересаживалась в таких бумажных пакетиках. А часть вчера еще один ящичек распикировала. Вот они все стоят. Так мне больше нравится, чем в общую земельку. Потому что сажаю довольно близко. Корешки путаются. Потом травмируются. А тут все равно, даже если сквозь влажную газету часть этих корешков пробьется наружу, это не критично. Газета от поливов мокнет, размокает. Ее даже по большому счету можно вообще не убирать. Сажать с этим пакетиком землю. Он там все переплет. Корни пробьются. Ничего страшного от этого не будет. Но я все равно, когда буду высаживать, чуть-чуть ее так, газетку порву, где там снимется легко, уберу. Зачем она, если... А корешки останутся целыми. Вот так вот, друзья. Чуть-чуть они из этих горшочков поднимутся. Я под обычный свет на подоконнике поставлю. Три ящика с перцем я уже унесла. Вот они вот тут тоже стоят. Я унесла в другую комнату на подоконник. Три ящика перчиков уже. И там нет досветки. Они только подпитываются от дневного света, что из окна им перепадает. Так и живут. Сегодня вот их переворачивала. Вчера не переворачивала. Они уже наклонились к окошечку. Ну так, на вид. Вроде бы выглядит неплохо. Рассада. Ну, цыплят по осени считает. Как мы все знаем. Перцы, в принципе, культура считается не склонна к вытягиванию. Это томатики. Они чуть немножко меньше света. Стремятся вытянуться. А перчики, они не склонны к этому. Так что будем надеяться, что все будет хорошо. Вот, друзья, у меня стоит перчик, который в другой комнате. И уже не делаю ему никакой подсветки. А подпитывается он только светом из окна. Вот так вот сделаю. Вот так вот стоит он у меня здесь. Шторы мы сделали искусственно. Такие, каждый год делаю такие палочки. Делаю высокие. Устанавливаю. И эти шторы на эти палочки. И они не ложатся на рассаду. Потому что ничего лучшее я не могла придумать. Без штор нам плохо. А со шторами будет на рассаде плохо. Вот золотая средина. Так что вот смотрите, как мы это все приноравливаемся. Сейчас пойду из этой комнаты свет выключу. И они будут спать. У них начнется сон. На этом сегодняшнее видео я буду заканчивать. Всем вам добра, мира. Берегите друг друга. Будьте всегда счастливы. Всем пока. До новых встреч на моем канале. Друзья, к нам в город пришла долгожданная весна. Смотрите, в середине марта у нас снегопады начались. Метели. Редактор субтитров А.Семкин.